Друзья, а пока мы не перешли к основной теме видео, хочу задать вам вопрос. Почему голос важнее вашего внешнего вида? Как можно влиять на других благодаря интонации и подаче? Как стать увереннее и зарабатывать больше с помощью голоса? 23 марта в 19.00 пройдет бесплатный вебинар «Голос. Ключ к успеху» от Сергея Вострецова, федерального диктора, актера театра, кино и дубляжа, наставника многих популярных голосов страны. Да, друзья, мы недооцениваем силу и возможности нашего голоса. А это ключ к успеху многих людей. Переходите по ссылке в описании к данному ролику, регистрируйтесь на этот бесплатный вебинар и я гарантирую, что вы узнаете много нового, как ваш голос может влиять на запись эффективных сториз, публичные выступления, убеждения коллег, клиентов и инвесторов. Почему все иностранцы так уверены в том, что в нашей стране холодно всегда и везде? Дело вот в чем. Когда они ищут видео о жизни в России, в первую очередь им выпадают ролики с городами Якутии и другими холодными местами нашей родины. Мы же решили не просто выяснить, в каких городах холоднее всего, но и чем они привлекают внимание еще, помимо минусовой температуры зимой. Оказывается, отправившись в некоторые города Якутии, можно почувствовать себя жителем прошлого. А попав на Чукотку, в городе Анадырь, можно согреться, глядя на яркие разрисованные здания. Теперь, планируя путешествия по России, вы будете знать, куда стоит отправиться еще, чтобы испытать больше эмоций, чем обычно. Итак, самые холодные города России. Верхоянск. Абсолютный минимум минус 67 градусов. Самый северный город Якутии. Получил свое название благодаря своему расположению в верховье реки под названием Ян. Появился он в 1638 году, но сперва являлся казачьим зимовьем, а статус города получил только в 1822 году. Верхоянск не только самый холодный город, но и один из самых небольших городков страны. Его площадь 25 квадратных километров, а количество проживающих 1095 человек. Также это один из самых изолированных городов. Чтобы туда попасть, сперва необходимо добраться самолетом до поселка Батагай, а оттуда ехать 2 часа на машине. Оказаться в Верхоянске все равно, что попасть в прошлое. Новых домов здесь нет. Все старые, деревянные и большие. Все важные инстанции также находятся в таких домиках. Почта России, Сбербанк и даже городская администрация. Только лишь таблички, которые висят на домах, говорят о том, что это офисное здание. Во времена Российской империи город являлся популярным для политической ссылки. Именно здесь жил известный революционер Виктор Нагин, который вдохновился атмосферой написать книгу «На полюсе холода». Якутск. Абсолютный минимум – минус 64 градуса. В зоне многолетней мерзлоты город является самым крупным. Находится в прибрежье реки Лена. Был основан он в 1632 году казаками. Сперва он назывался Ленский острог или же Якутский острог. Первый вариант произошел от названия реки, а второй – от названия республики. Статус города был присвоен ему в 1708 году и сперва он назывался Якутский. Кстати, слышу название реки, рядом с которой находится Якутск. Многие ошибочно думают, что она была так названа в честь какой-то девушки. Но оказалось, что это эвенкийское слово, которое означает «большая река». Современный Якутск обладает удивительными способностями. Поскольку он находится на севере, в летний период здесь бывают белые ночи. А в зимнее время солнце показывается его жителям только 3-4 часа в день. Годовое колебание температур в городе является одним из наибольших на Земле. Летом солнце может разогреть воздух до 40 градусов. А бывает, что и в июне может выпадать снег. В Якутске есть аэропорт, но большую часть года он не в состоянии принимать самолеты из-за слишком низкой температуры. Одна из самых посещаемых достопримечательностей здесь – музей мамонта. В свое время на территории Якутии было найдено множество уникальных останков. Селериканской лошади, малыхчинского бизона, скелет чуропчинского носорога. О представлении о мамонтах и мамонтовой фауне ледникового периода мир узнал во многом благодаря якутским ученым. Так, например, в Якутии было обнаружено около 70% захоронения мамонтов и других представителей фауны с сохранившимися мягкими тканями. Дудинка. Абсолютный минимум – минус 61 градус. Город в Красноярском крае с населением в 20 тысяч человек. Был основан он в 1667 году во времена царствования Алексея Михайловича Романова стрельцом Иваном Сорокиным из Мангазии, первого заполярного города Сибири. Здесь останавливались в свое время участники Великой Северной экспедиции – Харитон Лаптев, Семен Челюскин и Федор Минин. Тогда на их картах город Дудинка звался Зимовье Дудина. В 1923 году здесь были только церковь, школа, фельдшерский пункт, волосполком и клуб. А в 1930 году, после того, как был образован таймерский национальный округ, территория началась расширяться. К тому моменту здесь проживало уже более 7 тысяч жителей. На протяжении второй половины 20 века город продолжал увеличиваться. Начиная с 2001 года иностранцы в город могут въехать только с согласия властей. Хотя город и не обладает статусом закрытого административно-территориального образования. Как и у любого другого города, у Дудинки тоже есть свои особенности и фишки. Из-за того, что город располагается на многолетней мерзлоте, коммуникации здесь не под землей, а над. Таким образом, по всему городу тянутся водонапорные трубы и теплотрассы. Каждое лето в город прибывают на учения корабли Северного морского флота. А когда они заканчиваются, у каждого желающего есть возможность посетить корабль с экскурсией и узнать, как живут моряки и даже пообщаться с ними. Еще одна интересная особенность в Дудинке. Здесь находится единственный в мире морской порт, причалы которого каждую весну затапливаются водой в результате ледохода. Но в таком состоянии он находится недолго. Потом его быстро восстанавливают и он снова начинает работу. Работники же готовятся к этому событию заранее, освобождая пространство и убирая технику. Печора, абсолютный минимум, минус 54 градуса. Город в республике Коми, на берегу одноименной реки, которая в свое время получила название от имени финно-угорского племени Печора, что зафиксировано русскими летописями. По мнению этнографа Бориса Долгих, название переводится как «житель леса». В 1940 году здесь все началось строительство железной дороги. Тогда же здесь и появились первые бараки и пристань на реке. Постепенно поселки разрослись, и в 1949 году местность получила статус города. В городском районе было обнаружено более 20 месторождений нефти и газа. В 1979 году здесь начала свою работу Печорская государственная районная электростанция, которая считается одним из самых крупных электроэнергетических предприятий в европейской части Российского Севера. Анадырь, абсолютный минимум, минус 46 градусов. Город является административным центром Чукотского автономного округа. Упоминание со словом «Анадырь» есть в исторических летописях с разными его вариациями. Онондырь и Анадырск. Первая вариация относится к Чукотской реке. Вторая – к острогу времен путешественников Семена Дежнева и Курбата Иванова. Предполагается, что Анандырь относится к Юкогирской основе и буквально и означает «река». В 1906 году местность привлекала золотоискателей, так как неподалеку были обнаружены россыпи золота. Путешественники, которым удалось здесь побывать, утверждают, что город привлекает внимание своей яркостью. На фасадах домов изображены картинки, которые помогают городу сохранить настроение даже в пасмурную погоду. Даже флаг города имеет насыщенные краски. Желтый медведь на синем фоне, который держит в лапах свою добычу – красную рыбу. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. И также не забывайте, что у нас есть второй канал с Maps Education, который посвящен зарубежному образованию. Субтитры создавал DimaTorzok